Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. 150-летняя Журнова найдена в поле в Харберте Западной Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится с рабочим визитом в Москву. Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Майлян встретился в Ереване с председателем регионального совета Оверн Крона Альпы. Евросоюз разработал проект санкций против Турции. Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование территорий под Манбичем, куда обвинили Турцию в химатаке. Сегодня соцсу Саркисяна исполнилось бы 90 лет. В районе села Тураман в провинции Харбер в Западной Армении жители деревни обнаружили Журнову, которой, как считается, 150 лет. Она была снята с помощью строительной машины и взят под защиту жителей деревни. По словам одного из жителей деревни, на месте находки ранее работала большая мельница, о которой он услышал от старейшин деревни. Ранее в этом районе жили армяне, и находки принадлежат именно им. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом отправится в Москву, сообщает пресс-службу правительства Армении. Визит, который состоится 25 октября, будет коротким. Глава армянского правительства проведет в российской столице всего несколько часов, чтобы принять участие в очередном заседании Евразийской межпровкомиссии. Масис Майлян представил основные приоритеты внешней политики Арцаха, коснулся установления сотрудничества с административно-территориальными единицами зарубежных государств, отметив его важность с точки зрения беспрепятственной реализации фундаментальных прав граждан Арцаха, эффективной жизнедеятельности арцахских общин и вовлеченности республики в международные процессы. По итогам встречи стороны подписали совместную декларацию, в которой в частности отмечено, что изоляция народа Арцаха препятствует реализации его основополагающих прав и свобод, а также противоречит духу свободы, равенства и сотрудничества, без чего невозможно установление прочного мира в регионе. Стороны подчеркнули важность международного сотрудничества с точки зрения содействия развитию мирных и дружественных отношений между народами, поощрения толерантности и широты мышления, а также обеспечения экономического благосостояния. Делегация также посетила мемориальный комплекс Тицернака Берд, чтобы почтить память жертв финансыда против армян. Евросоюз разработал проект санкций против Турции. Евросоюз осудил военные действия Турции в Сирии и подготовил проект новых экономических санкций против Анкары. Как передает Армен Пресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Европарламента. Одной из основных мер воздействия на Анкару станет замораживание льготного режима турецкого сельскохозяйственного экспорта в ЕС. Отмечается, что несмотря на то, что европейские законодатели не имеют права голоса в отношении торговых санкций, они обладают возможностью сокращения ежегодных выплат в размере около 250 миллионов евро, предоставляемых Анкаре в рамках процесса интеграции в ЕС. В качестве крайней меры называется возможное прекращение действий таможенного соглашения между ЕС и Турцией. Ключевым требованием Европарламента является отказ турецкой стороны от претензий на контроль над зоной безопасности на северо-востоке Сирии. Военная полиция вооруженных сил России в сирийской провинции Алеппо приступила к патрулированию передовых позиций правительственной армии Башара Асада к северо-востоку от города Манбидж, который был освобожден от курдов-террористов. Об этом рассказал в среду журналистам представители военной полиции. Отмечается, что маршрут патрулирования прошел вдоль передовых позиций армии Сирийской Арабской Республики в нескольких километрах от населенного пункта Кейрата на реке Саджур, недалеко от ее впадения в Ефрат. Данный район, по его словам, чуть более недели назад патрулировали американские военнослужащие, которых со стартом турецкой военной операции источник мира командование вывело в направлении иракской границы, передает ТАСС. Курды обвинили Турцию в химатаках. Представительница Курдского демократического совета Сирии Ильхам Ахмел заявила в ходе выступления в Конгрессе США, что турецкие войска применяли химическое оружие во время операции «Источник мира». Ее слова приводят в портал РУДА. Ахмел утверждает, что Турция использовала белый фосфор, который запрещен несколькими международными конвенциями. Она показала фотографии детей с ожогами от химикатов. По ее словам, курды не могут подтвердить использование химоружия другими способами, поскольку у них нет возможности провести экспертизу. Также представительница курдов добавила, что из-за военных действий 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. 250 человек, в том числе дети, погибли, еще 300 пропали без вести. Она заявила, что турецкие военные расстреливали пленных и жестоко обращались с местным населением. Сегодня Сосу Саркисяну исполнилось бы 90 лет. Родился 24 октября 1929 года в Степановане. В 1948 году переехал в Ереван и работал актером в Ереванском театре юного зрителя. В 1954 году окончил Ереванский государственный институт театра. С 1954 по 1991 год работал в Академическом театре имени Габриэла Сундукяна в Ереване. В 1991 основал театр Амаскай. С 1997 по 2006 являлся ректором Ереванского государственного института театра и кино, а с 2006 года председателем правления института. В театре он в основном играл страдающих и сильных персонажей. Зимзимова, Пепо, Габриэла Сундукяна, Дон Кихот, Михаила Булгакова, Король Джон, Король Ир. Саркисян занимает особое место в армянском кино, где он создал типичных и устойчивых национальных персонажей. Он сыграл множество ролей, следователь «Мы наши горы», «Мы картычий треугольник», «Напет», «Напет», «Дзори Миро», «Амбо», «Гекор» 1982 год и другие. Он гастролировал в Ливане, Сирии, Соединенных Штатах, Канаде и других странах. Сос Саркисян награжден орденом Месропа Маштоца Республики Армения в 1996 году, орденом Святого Саака и Святого Месропа Армянской Церкви. Медалью НКР Махитара Гоша в 2001 году. Саркисян написал также книги «За занавесом», «Прерывание», «Мы и наши». Умер 26 сентября 2013 года, похоронен в пантеоне имени Комитаса. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Масуна. 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 Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.